Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. Давайте постараемся с вами его разобрать. Добрый день. Встречаемся с мужчиной 5 месяцев. Живу в своих квартире с двумя детьми 12 и 14 лет. У него тоже двое детей 12 и 14 лет. Свой дом и дети чаще живут с ним, чем с мамой. Смотрите. Ну, вы не говорите свой возраст, но я думаю, что вы недостаточно взрослые люди, да? Что вас объединяет с мужчиной? Что общего между вами? Именно общего. Потому что вот у него дети, у вас дети, у него есть опыт отношений неизвестно как усвоенный, да? У вас есть опыт отношений тоже неизвестно как усвоенный. Вот, оно непонятно как усвоенный. То есть я вижу, я вижу больше негатив здесь, я вижу больше негатива здесь, чем позитива в опыте, который вы усвоили. Например, и мужчина, судя по всему, тоже достаточно негативно, значит, воспринимает тот опыт, который у него был от предыдущих отношений. У нас не торопится создавать их семью. Вот. Поэтому важно понимать, что вас объединяет. Что вас объединяет, кроме того, что вам хорошо вместе. Потому что то, что вам хорошо вместе, не значит ровным счетом ничего. Вот. Должны быть вещи, которые вас объединяет, должны быть вещи, которые вам как-то вот импонируют, да? Вот. Должны быть вещи, которые повышают, скажем так, уровень вашего единения. То есть, значит, живу в своих квартирах с двенадцати и четырнадцати лет. Ну, я полагаю, что отношения с отцом ребенка не сложились. И очень важно понять почему. То есть, те ошибки, которые вами, вероятно, были допущены в отношениях. С ним. А именно вот в отношениях с мужчиной. Вот. Я думаю, нужно обязательно поисследовать. И разобрать. Чтобы вы свои ошибки не повторяли. Вот. Ну, если они у вас были, конечно. То есть, я понимаю, что их, в принципе, там могло и не быть, да, но лучше все равно это забрать. Потому что, может повлиять на вас. Прошлое. Прошлое может повлиять на вас, к сожалению. Вот. Ну, и мужчина тоже, судя по всему, со своей женой, да, тоже на салты. Вот. Что, как бы, на мой взгляд, так же, так же является показателом того, что и у него могут быть некоторых, некоторых трудностей. По крайней, ну, по крайней, ну, по крайней отношениями с женщинами. Вот. Поэтому здесь нужно поисследовать этот момент. Дальше. Значит, эм, так. Он очень семейный, любит детей и заботится о них. Мне не раз говорил, что дети и семья у него на первом месте. Ну, надо сказать, что тот факт, что дети и семья у человека на первом месте не такой уж и хороший. С точки зрения, выстраивания отношений. Потому что, такой человек, эм, по сути дела, представляется, эм, не самостоятельным. И ценности такого человека, ценности такого человека, ну, представляется не самостоятельным. Что же? Что же? То есть, нельзя, чтобы ценности были, эм, связанные с другими людьми или с семьей, с каким-то социальным образованием. Вот. Это, к сожалению, эм, грозит негативу. Грозит именно тем, что человек, как бы, сам себе не помедлежит. Вот. Что он постоянно выдвигает, эм, свои собственные желания, да. На второй и третий план, эм, ради, значит, ну, ради других целей. Ради других целей. И пусть эти цели могут казаться, эм, благами, но, тем не менее, эм, зачастую они выступают, как, эм, сдерживающий фактор в развитии, эм, человек. Вот. Поэтому семья и дети не могут быть полноценными, полноценными ценностями. Вот. Как и вообще всё, что связано с людьми. Дальше. Значит, эм, у нас отличное отношение на жим-то у него, то у меня. Ну, запрос в том, насколько это вас устраивает. Он познакомил меня с своей семьёй, но к сегодняшнему дню я поняла, что далее, чем заметное времяпровождение, он двигаться не хочет. Хотя говорит, что любит и зародит нашими отношениями. Слушайте, ну, пять месяцев, эм, которые вы встречаетесь, эм, мне кажется, эм, недостаточно большой срок для того, чтобы человек, к примеру, вас узнал. То есть мне кажется, что вы здесь, ну, как минимум, торопитесь, эм, что ли. Ну, как, как, ну, как, ну, как, ну, как вот мне кажется. Потому что, эм, ну, я бы сказал, что вы торопитесь. Потому что, эм, пять месяцев, пять месяцев, это, эм, это не несколько лет. Понимаете? И вполне вероятно, что мужчина просто не хочет или боится, эм, снова, снова вступить в отношения и снова ошибиться. То есть, если кажется, вы спешите. Вот. И, да, пять месяцев, это ещё тот срок, когда люди могут, эм, просто друг другом проводить время. Потому что они друг друга узнают. Вот. Но, я полагаю, что вы, эм, и сами это знаете. Вы сами отдаете себе в этом отчёт. Отдавали бы себе в этом отчёт. Если бы не были заинтересованы так сильно в том, о чём пишите дальше. А дальше вы их пишите, о, значит, так. В одни прекрасные день я принимаю решение расстаться, потому что понимаю, что ни сейчас, ни в ближайшей перспективе семьи создать со мной не планируют. Загадает вопрос. А зачем семья вам? Вот, для чего вам семья? Понимаете? Ведь пока что картинка у меня выглядит, а картинка у меня пока, что вы выбираете себе семейного мужчину, который по первому впечатлению разделяет ваши ценности. Вот, значит, разделяет ваши взгляды по первому впечатлению . Но потом это же вас и оттолкает от него, потому что человек к семье привязан, но к своей семье, не к вашей семье. И получается, что вы в мужчине видели возможность для реализации своей попременности в семье. Что он свидетельствует как бы о том, что человека как такового. Вы, вероятно, не воспринимали. И это очень важный момент. Я вас не обвиняю. Но я говорю о том, что сейчас вы говорите о том, что хочется вам. О необходимости семьи. И о том, что вам семья для чего-то нужна. И важно понять, зачем семья вам. Для чего она вам. Что очень важно. Я не говорю о том, что обязательно плохо то, чего вы хотите. Но идея заключается в том, что стремясь к семье, вы, к сожалению, проявляете себя как зависимый и не самостоятельный партнер. Который, ну вот, нуждается в чем-то. И об этом ведет себя несколько непоследовательно. Дальше. Я сообщаю ему сообщение, что у нас все классно. Но не то. Я буду искать вторую половинку. Мне нужен мужчина рядом. А мне другое, то между домами. Так. Ну, здесь, соответственно, опять же вопрос. Да. Зачем вам нужен мужчина рядом. Чего вам не хватает. Так. И что я не хочу играть вторую роль и быть на додворках его жизни. Ну, вот здесь я не очень понял, что вы имеете ввиду, говоря про вторую роль и додворки его жизни. Если вы имеете ввиду детей, то это цененый человек. И, соответственно, это нормально, что он, ну, ведет себя так. Это нормально, что он много внимания уделяется своим детям. Но, вот здесь не совсем ясно, что вы подразумеваете под тем, что, значит, быть на вторых ролях. Вот. Особенно, если у вас все классно. То есть, у меня есть ощущение, что вы, вот, знаете, как, спешите. У меня есть ощущение, что вы, вот, у вас есть некое представление об отношениях. Да. Вы пытаетесь его реализовать, отказываясь принимать, в общем-то, ту реальность, которую видит еще и мужчина. Ну, отказываясь принимать его реальность. В общем-то, вы считаете, что, ну, считаете, все так быстро, что вы очень быстро пойдете в его, ну, вот, сможете войти в его жизнь. Вообще, мужчины, я имею в виду. Ну, это, мне кажется, 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 несколько иллюзий, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что вы все-таки чересчур вот это все на том, чтобы создать семью. Вот. Дальше. А-а-а, подождется. А-а-а, что он мне отвечает, что он не смеет принуждать и желает удачи в поисках? В первый же день я пожалел от самого результата. Не балдук, мне было хорошо с ним. На самом деле сложно было бы из нас смеяться на это одно, так как дети в детском возрасте между собой, они вообще никогда не общались. Ну, э-э, я вот не склонен, честно говоря, думать. Что это какая-то проблема. Вот. А-а-а, сидит у меня, я сидит, и друг друга не общались, а вот там, и на то они дети, что легче, легче идут на сближение, чем взрослые. Вот. А-а-а, но, тем не менее, я думаю, что, а-а, основная трудность заключается в том, что вы, э-э, не очень хорошо понимаете, э-э, что вам, ну, не очень хорошо отдает себя счет, э-э, в том, чего вы хотите. Вот там, что у вас одно, то у вас второе, то вы, э-э-э, может, переживаете по поводу того, что не на первых ролях, что, как бы, не свидетельствует о том, что вы уверены в себе, то вы, э-э, жалеете о своем решении. Вот. А-а-а, и так далее. То есть, тут вот надо бы определить, э-э, с тем, что вам вообще хочется, чего вообще хватит. Вот. Дальше. Значит, э-э, теперь я хочу вернуть наше отношение, опять же, зачем? Но боюсь, что мое покаяние и признание ошибки возникло после ваших отношений. А как и-э-э, как именно? Вот какой именно вред может быть от этого? Вот как, как, как может быть, как, как именно негативно может, э-э, сказать, э-э-э, о, э-э-э, о, э-э-э... Это, э-э, еще какой-то страх. Дальше. Э-э-э, так, не знаю, как поступить из-за того, что, если любит, найдет повод и вернет меня, с чего вы решили, что нас любит за пять месяцев, с чего вы решили, чтобы появилась любовь. Э-э-э, либо самой исправить свою ошибку и быть согласны на гостевые отношения. Слушайте, ну я думаю, вам для начала надо забраться в себе, все-таки, все-таки понять, что вы выходите, разрешить свои внутренние конфликты и противоречия, потому что совершенно очевидно, что, э-э-э, с вами просто сложно, э-э, будет устраивать, выстраивать отношения. По той причине, что, э-э-э, вы, ну, 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 не совсем, э-э-э, стабильный, подсказывает, что нас тебя ведет. Вот, и, э-э-э, я думаю, нужно все-таки определить, э-э-э, с тем, э-э-э, с чего вы хотите. И, собственно, тогда уже можно будет о чем-то говорить. Пока у вас есть страхи, э-э-э, что говорит об определенном чувстве, стыке и правильности. У вас есть попредности, э-э-э, в, э-э-э, семье, что говорит о том, что вы нуждаетесь в, ну, в каком-то, в какой-то вещённости, да, в какой-то, может быть. Ну, в какой-то стабильности, может быть, что-то ещё, то есть вам самой некомфортно. И, э-э-э, с мужчиной вам хорошо, это вот, э-э-э, тоже, в какой-то степени, э-э-э, ну, ну, настораживает. Потому что, получается, что у вас есть, э-э-э, ну, в большей степени у вас есть, э-э-э, потребность, э-э-э, получать. Вот. А не давать. И, мне кажется, что это, э-э, в общем-то, достаточно, ну, достаточно такая, э-э-э, серьезная проблема, проблема. В общем-то, просто потому что, вы не сможете быть, э-э-э, полностью независимым, э-э-э, в отношениях с человеком. Из-за этого, э-э-э, вам будет сложно с ним быть в отношениях. Вот, в принципе, э-э-э, такой ответ, э-э-э, я, наверное, могу, могу вам дать, с точки зрения профессиональной психотерапии. Э-э-э, я вам хотел бы пожелать удачи, я надеюсь, что ваша ситуация разрешится, э-э-э, самым лучшим образом. Э-э-э, если понравился мой ответ, э-э-э, буду благодарен, за, э-э-э, его оценку, в качестве, э-э-э, в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, еще раз удачи, и надеюсь, что вы найдете выход из своей ситуации. Субтитры сделал DimaTorzok